а теперь устанавливаем радиатор можно было просто сказать бы в обратной последовательности да как снимали чего мы начнем это же мы потом будем заправлять давайте вначале нам надо нам надо что сделать как-то наверное наживить на шланги эту вещь когда будет чуть чуть легче на да будет радиатор опираться нечем подхватить начну я с верхнего вроде бы все попроще хотя не факт потом я не смогу отогнуть так не надо немножко непонятно непонятно или сразу надо уже здесь устанавливать как надо задачка или не задачка немножко наживим так не знаю видно не видно что мы делаем давайте начнем у вас есть вот трубочка да трубочку вот здесь проденем у нас есть свечной провод тоже его проденем и контакт наверно начнем с контакта вам ничего не видно ну просто контакт ну папа в маму входит и все это папа белый мама серый но одной рукой блин все-таки надо наживить тогда будет держаться что-то ни хрена не все так просто вот бы помощника одного нет я изглачусь так все контакт вставил есть дальше смотрите вот здесь у нас для трубочки тоже не проблема вставили теперь 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 это можем дальше до конца потом подвинем держим на весу вот видите тут надо вставить шланг обратки мешает немножко нам все сбивает поднимаем чуть чуть выше вот лучше все выглядит теперь надо вставить вставить сам разъем разъем как он крепится разъем встал теперь у нас свечной провод я и до него дотянусь хотя его можно наверное потом вставить давайте вверх попробуем вставить так вверх попробуем вставить отводим вправо и насаживаем левым концом что там с обраткой обратка 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 сильно не мешает так попасть о попал фу теперь он держится теперь он держится обратка мы проденем так она шла или не проденем где вопрос и вопрос так обратка шла там со свечным проводом как-то вот туда нашла да вот туда вот так она шла куда она уходила это я помню точно вот там посмотрим мы ее заманим так теперь с этой стороны патрубок больших проблем нету наживляем пока здесь наживляли вверх у нас выскочил я так понял да да вверх выскочил обратно вставим хорошо так вот этот шланг ну что нам то осталось не вижу может и заберу с той стороны нам надо свечной провод закрепить свечной провод а вижу и вот я вижу а вы не видите поверьте на слово я его вставлю о щелкнул чик все прищелкнулся там три вещи до контакт свечной провод это розовая трубка с которой вытекает типа вода там накапливается а потом можно и сливать здесь все чики-пуки так еще немножко не перекручен здесь все нормально здесь все нормально вот это не поставим вот так он стоял хорошо теперь низ надо прихватить низ 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 у нас стоял вот на таком амортизаторе да если я не ошибаюсь и внизу был короткий как-то так было да вот там было он дальше пойдет туда понял понял все понял вот так правильно положение вот такое я потом подтягиваем да отлично так с этой стороны надо засунуть отлично 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 да и не торопиться все встал на свое место с таким легким щелчком хабуд поставил смотрим а не забыть видите а мы же будем еще наливать поэтому я этот не ставлю фиксирующий шуруп мы будем наливать да поэтому не ставлю так этот большой поставили братку провели низ поставили но не затянули поставили но не затянули напомню да что эти хомуты затягиваются или чтобы было заподлицо хомут или чтобы был не глубже одного миллиметра входил в этом диапазоне так там мы три вещи пристегнули ну теперь вставляем верхний болтик вот верхний болтик и покачиваем покачиваем и он идет по резьбе от руки покачиваем 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 укачиваем на 10 уже почти все готово так 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 и проверить снова до контакта защелкнули он сидит на крышке свечной провод тоже защелкнули тоже сил куда надо так розовый слив тоже у нас где надо так эта сторона все хорошо хомутик вот так стоял шланг подняли до конца болтик закрутили закрутили все вроде бы так еще раз повторим как мы устанавливали радиатор взяли радиатор подвели его суда вставили в нижний этот шланг ну чтоб как-то он его держал потом сзади вначале замкнули электрический контакт вентилятора щелкнули потом вставили розовую трубочку там легко вставляется а свечной провод мы не могли вставить потому что радиатор еще был отклонен в эту сторону потом мы радиатор взяли вот здесь вверху приподняли и насадили влево он влево уходит тогда если смотреть на мотоцикл влево уходит снизу у нас такая пластина видите тут резинка а тут такой выступ посадили на выступом в резинку и тут прикрутили короткий болт так здесь длинный болт зашел дальше обратку мы там проложили под свечным проводом сзади и отделе правый шланг большой и хомуты расположили так чтобы было чтобы было удобно их прикручивать на свои места и когда радиатор уже встал на месте тогда уже сзади рукой залезли и там свечной провод его крепления такой как стрела и это эту стрелу стремили в отверстие там есть такое отверстие на корпусе на корпусе вентилятора дырочка для него и там щек он щелкнулся защелкнулся все ну все сейчас мы это подкручиваем подкручиваем и тогда будем устанавливать уже этот расширительный бачок а когда расширительный бачок установим тогда уже будем заливать антифриз что друзья мои я не снимал но закрутил болт сливной антифриза он тут сзади за выхлопной трубой за коллектором нам час надо установить сливной бачок сливной бачок сливной бачок как он у нас там был на вспомнить как он шел а я понял я понял надо сначала вот эту обратку обраточку продеть да как-то нашла так так обратка шла а этот провод этот провод у нас крепился вот так наверно надо пока так заправлю насчет шлангов посмотрим так идет да надо сразу шланги одевать так а тут шел туда да давайте разберемся сначала с одним шлангом вот это сифонный шланг он снизу одевался да вот здесь ведь не на видовом не видно и нам надо одеть одеть надо зажимчик зажимчик так устанавливаем надо установить нам пружинку как-то так обратки вот так она стояла вот сейчас она встала на свое место законное так хорошо у нас идет вот здесь эта штучка если я не ошибаюсь сифонный шланг доставляем а этот шел сверху да что такое что-то все звонить стали так а где он был где он был как он шел и куда он пришел надо посмотреть видос свой видос вчерашки как этот шланг у нас шел да как он шел знаю что он там шел так это бабушку снизу вставляем сюда видите вот так вот стало здесь мы прикрутим болтик а шланг мы засунем правильно нефиг нам переживать так болтик это мы вставим крышку так сейчас разберусь со шлангами надо шланги снять крупным планом так смотрите друзья мы он первый ближе к мотору идет сифонный шланг проходит через эти крепления и входит вот сюда в самый низ самый низ расширительного бачка а вот это у нас тот который стравливает излишки бачка суда продеваем и вот в эту дырочку внизу хорошо что вчера на видео обратил на это внимание сейчас посмотрел свое видео и в принципе оно пригодилось ну вот так видите да этот идет слив избыточный если там перелив какой-то а это сифонный с радиатора с радиатора с горловины идет вот сюда все таким макаром и вот тут вдоль двигателя они идут и все у нас хорошо все чинно теперь прикрутим болтик и будет хорошо вот нам надо болтик прикрутить там был насколько на 10 если не ошибаюсь до на 10 без фанатизма потому что там пластмасса даже вот так вот да тогда прибудем вот так таким ключом так как-то странно идет я не понял сейчас еще раз посмотрим ведь он же а он должен туда проходить вот так как-то вот этим выступом он же должен проходить да как бы на этот выступ он должен насадиться во во на выступ а потом уже чувствую что что-то не так идет как-то неправильно идет я понял короче надо пошевелить просто сейчас это сделать где ясно да сейчас этот выступ зашел пластмассу и пошел легче докручиваем или вообще хорошо идет и подтягиваем чуть-чуть все без фанатизма остается ставить этот провод провод вставляем где он устоял так давайте подумаем наверно он стоял где-то здесь да вот так как то как то так так все сделали все у нас отлично бабушка стоит на своем месте интересно почему здесь нет резиновые втулки вот это должна была бы быть или ее не было сейчас гляну видео нету ее по идее то втулочка здесь просится резиновая ну нету здесь никакой резиночки да я посмотрел вот и не было хотя я бы поставил так пробка осталась пробку мы просто положим на место потом будем еще доливать по уровню сейчас начнем заполнять систему да начнем заполнять хотите я вам прочитаю перевод прочитаю вам сейчас перевод как надо как надо заливать значит что они пишут читаю заполните систему рекомендуемой охлаждающей жидкостью через заливное отверстие до заливной горловины вот сюда полное заполнить дальше снимите крышку расширительного бачка радиатора 2 и заполните расширительный бачок до линии верхнего уровня выпустите воздух из системы следующим образом как переведите коробку передач нейтральное положение запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 2-3 минуты нажмите на дроссельную заслонку ну когда он уже прогреется 3 или 4 раза чтобы выпустить воздух из системы заглушите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость до заливной горловины установите крышку радиатора только потом то есть надо газовать с открытой крышкой радиатора проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и долейте до верхнего уровня если он низкий примечание при недостаточном отборе воздуха уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке уменьшится если да заполните до верхнего уровня линии охлаждающей жидкости Проверьте После установки Проверьте отсутствие утечек охлаждающей жидкости Установите нижний кожух Короче, сейчас заливаем радиатор По-моему Там что-то было 1 литр И почти 700 грамм Заливаем радиатор Заливаем радиатор Так, берем Лейку Подгибаем Ее вот так вот Жидкость у нас Оригинальная, про хонда Готовая All season Anti-freeze Genui Colant Type 2 Colant ready to use Yes, yes Так Как надо А надо вжать И провернуть Не понял А я это заворачиваю Сила есть Ума не надо Что такое О, все Получилось Ну, хитрые японцы Так Заливаем Надеюсь, что я ничего не забыл Да, такого же цвета Такой цвет морской волны А если это то, то Продолжение следует... Так, литр зашел легко, видите, да? Но нам надо лить аж до самой горловины Пока польется Так, здесь цвет такой же самый Опа, все, полный Здесь у нас полный Так, хорошо Теперь будем доливать в расширительный бачок по верхней метке Делаем бачок Открываем Берем лейку отсюда Да, не всякая лейка сюда влезет Здесь вообще тяжело Я вам доложу Тут как попасть? Ну, придется как-то изощряться Не знаю Как-то маленькую лейку придумать надо Как же так? Как не зальем А как зальем Посмотрим, может с бутылки попробовать? Или шприцом? Попробую с бутылки Попробую с бутылки Нормально пока Так, еще в верхнем уровне эту Это я просто промазал Вот Теперь есть верхний уровень Отлично Так Это мы закрутим Наверное Сейчас заведем мотоцикл Да Небольшая пауза Небольшая пауза Можно уже делать перегазовку О Видите, ушел антифриз Ручка РУК РУК Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, еще Я хочу, чтобы термостат открылся Ну, пузыри воздуха уже не идут Сейчас, наверное, он просто... Не, вот вышел пузырик Видите, значит, еще есть Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ушел Ушел Так, сейчас смотрю, масло вроде бы нигде не течет Из-под крышки клапанной Это радует Так, уровень в расширителном дочке нормальный Ровно по отметку стоит Не движется Так, ну, потихоньку уходит Антифриц А мы доливаем По мере ухода Ну, думаю, еще третий раз сделаем Прогонку И тогда хватит Ну, третий раз Ну, все Пузыри не выходят Сейчас подождем Может, упадет уровень Я заметил, как начинает двигатель Немножко остывать То Сначала Запускаем Идут пузыри Потом нагревается двигатель Наверное, антифриз тоже расширяется И он начинает капать А потом, когда выключаешь двигатель Он куда-то уходит туда Или Начинает остывать И уровень начинает падать Подождем, посмотрим Минут пять Да? Вот, друзья мои Кручу-кручу я эту крышку простую С этим фиксаторным болтом А что-то у меня нет уверенности Что я правильно ставлю Хорошо, что я вчера снимал Смотрите Видите Найдите отличия Они есть Так Вот по вчерашнему Вот эта цифра Восьмерочка Вот эта серединка Должна заходить сюда За грань Видите За грань радиатора А этот болтик Должен быть сюда Больше Потому что там упор Такой Вот Хорошо, что Я снял Видите То есть Не довернул немножко крышку Поэтому болт попадает Не попадает В свое место Не болт этот Шуруп И не фиксируется Как надо Вот Чувствую Что-то не то Хорошо, что посмотрел Вот это Своё видео Вчерашние И сейчас Доделаем Как надо Знаете В чем фишка Вот Где закручивается Этот шуруп Под крышкой Там такой Уступчик есть Он здесь Начинается То есть Когда вы шуруп Вернули Что я вам рассказываю Лучше я вам покажу Да Лучше покажу Так Снимаем камеру Вот такая Простая вещь А можно Накосячить Смотрите Казалось бы Да Вещь-то Простая Но я не докрутил Эту Крышку И пытаюсь Завернуть шуруп Он не идет Вот смотрите Открываем Сейчас я вам покажу Заодно и дольем еще Уже ушел Антифризик Вот смотрите Видите Здесь О Такой выступ Когда вы Закрутите Крышку Радиатора Шуруп Должен Когда вы его Вернете Он должен быть Здесь Перед этим выступом А я сюда Его Вворачивал В этот выступ Сам понимаете Я думаю Что шуруп Не идет Ни хрена Блин Оказывается Я не доверну Эту крышку Вот Чуть не Накосячил Но интуиция Что-то мне Сказала Это дело Перепроверить И видео Вчерашнее Мне помогло Ладно Доделаем Как надо Так Пользуюсь Случаем Дольем Отлично И вот Обращаю Ваше Внимание До конца Надо Закрутить Крышку До конца Крышечку До конца Да Вот так Ставим И видите Как бы Все уже Закрыли А нет Надо еще Провернуть Вот Опа Все Вот сейчас Идеально Идеально Ну что На этом Регулировку Клапанов Снятие радиатора Смены Антифриза На мотоцикле Хонда НС 750X Мы заканчиваем Ну Полтора дня Мне потребовалось Но это со съемками Я думаю За день бы я управился Вот Без съемок Почетное право Закрутить Шуруп В крышку радиатора Предоставляется Спортсмену Блогеру Мотопустешественнику 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 И просто хорошему человеку Шутка Оп Все Друзья мои На этом мы закончили Двигатель погонял на холостых Масло нигде нигде не течет Антифриз не течет Но крышку ставить не буду Завтра утром пройду Еще Я же такой Я же дотошный Блин Товарищ Завтра приду Заведу Погазую Посмотрю Если нигде никаких протечек Нету ничего Тогда уже поставлю крышку И Поедем в путешествие Ну Пока не скажу какое Ладно, друзья мои Здоровья Добра всем И Мирного неба Пока